И скажу, он не знает. Знаете? Ну вы что знаете? Доставайте. Давайте до вас с другой стороны подойдем. Имена всех греческих богов и богинь, которую вы знаете. Зевс, Юнона. Юнона может быть? Нет. И вообще что вы такие ужасы говорите Юнона? Это из гипсской мифологии. Ну так для вас ужас, а если я не занималась, то я не думаю. Что вы знаете? Вы не хотите себя включить никак. Ну так давайте доставайте, оно же у вас лежит не у меня. Я достал, если бы у меня лежит. Да ладно, что доставать? У вас все перед вами. Доставайте. Давайте. Имена богов каких помните? Кронос. Хорошо. Как его жену звали? Слуонья. Греческая версия. Я не знаю. Кто такая Рэй, помните? Ай, нет. Как греки Вересона звали в СП? Зец. Слава богам, что не забыли. У меня чуть сердце не остановилось. Ну то все тримали не спать и не есть, и ничего не делать, только учиться в холодном. А что там учить? Два слова несчастные. Так. Итак. Греки называли Раду так же Артемада. Артемида. Позднее. Называли. Что? Называли. Вот. Это изображение Артемида? Рады как Артематы Артемиды. Больше того, я вам как подсказку давал, как греки называли Мать Раду. Вы могли бы сразу лингвистически попытаться пустить какие конструкции с этим именем и сразу вытащить Артемида. Я не знала, что вы мне давали подсказку, а что тут зарываете такие истоты? А вот это вам задание найти их на улицах Одессы. А они что, на улицах Одессы? Да. А как я еду завтра, когда же их найду? Когда хотите, в следующий раз, или мысленно, вы можете вспоминать. Я буду только ходить по улицах Одессы с пирогом. А где их шукать? На улицах Одессы. А в каком районе? Можно начать с центрального. Ну, с центрального, скажешь, все могуще. Живы, здоровы. На музее, как могуще. Живи, здоровы. Да. И сатиры. Ну, поэтому советую найти их на улицах Одессы. Это не сатиры, нет? Сатиры — это название... Это название еще одного греческого ужаса. Ну, я, в принципе, подумала, что это... Вообще, это название... Понимаете, греки — они такой народ, который не могли нормально относиться к предыдущим версиям своего же верования. И они, когда ввели ураническую реформу, они попытались всех богов унизить и записать за детей к Паруну. Паруну — это 300 лет не надо было. Паруну — разумный бог. Что? 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 Я все перепутала. Там же было три... Я умираю. Не умирайте, вы нам все нужны. Вы нам все нужны, не нужно помирать. А вот изображение столько грудей у Матери Рады — это чисто их? Стоп, давайте вернемся к предыдущей идее. Ведь если не разбираться с идеями, а так прыгать с идеей на идею, когда предыдущая идея не разобрана, вы ничего никогда не разберете. Ну давайте за рам. Ну? Так, сет урн и юран. Спочатку был перрон. Был! Был. Потом был стрибок, а потом был зец. Да, то, что вы мои выражения помнится некоторое — это хорошо. Ну я просто лекции запоминаю, как разословно было. Да не нужно ее запоминать, ее нужно понять. Потому что помнит ее даже телефон, точнее карта памяти, ничтожный кусок пекла. Но человек ее может понять, а не только запомнить. Итак, как греки называли перрону. Поехали. 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 И пог quota gerekiya. Поехали. Продолжение следует...